Про страсть к диетам. Действительно ли в организме накапливаются шлаки, и как их выводить, а колебания сахара в крови не связаны с едой. О правилах питания рассказывает диетолог, аллерголог, иммунолог, один из авторов метода подбора индивидуальной системы питания на основе анализа крови, врач Анатолий Волков. Людей, которые жестко сидят на диете, мало, ведь любая диета – это некоторая организация жизни, а для большинства достаточно проблемно самим устроить свою жизнь. Людям в таком случае нужно внешнее расписание и четкая формализация процесса. Бывает, что причиной обращения к диете становится такой, например, зимний мотив. Я в купальник не влезаю. Какая-то часть человечества ищет диеты в интернете, а им на самом деле требуется помощь психолога или даже психиатра. Другая в поисках таблетки, которая сделает их здоровыми и счастливыми. Но даже те, кто готов придерживаться жесткой системы, не всегда отдают себе отчет, что за этим последует. Человек весной говорит «мне нужно похудеть, и меня не интересуют последствия, садится на кетодиету и быстро худеет». Но со временем он опять возвращается к прежнему весу, только добавляет таблетки от гипертонии. Я не знаю методик, которые бы не оказывали влияние на организм. Про сахар. Колебания сахара в крови не связаны с едой напрямую. Все колебания сахара – это всего полпроцента. У нас углеводов в крови одна промилля. Если в литре крови появится 6 граммов сахара, то мы умрем от гиперкомы, а ведь мы съедаем намного больше. Получается, что смерть должна наступить просто от одной ложки сахара. Если на весь объем крови приходится всего 5 граммов сахара, то его дефицита быть не может, но бывает дефицит воды. И тогда человеку требуется дополнительный сахар, чтобы вытащить воду в кровоток. Вот откуда тяга к сладкому, это просто симптом жажды и больше ничего. Люди, которые начинают нормально пить воду, перестают есть сладкое. Да, после глюкозы сахар в крови не поднимается так же высоко, как после пшеницы, и это при том, что еда никуда, кроме желудка, не попала, и она еще несколько часов будет перевариваться. Желудок является внешней средой, это труба, отделенная от организма барьером и имеющая вход и выход. Разве если вы положили еду в карман, что-то произошло, вы наелись? Конечно нет. А уровень сахара в крови уже изменился. Энергию для организма мы получаем из воды и жира. В сахаре прямой энергии нет. Про пользу жевания. У нас в полости рта находятся датчики, которые передают сигналы в мозг. Пока мы жуем, он оценивает, из чего состоит еда, и формирует задачи, что нужно выбросить в кровь. Если смесь продуктов такая, что задача нерешаемая, то весь процесс оказывается бессмысленным. Доктор Флетчер еще 200 лет назад чудесно лечил многие вещи просто долгим жеванием. А если ваш желчный пузырь имеет загиб, то он особенно боится быстрой еды, а большинство людей едят, как пылесосы. Организм часто даже не успевает понять, что вы проглотили, а ведь задача пищеварения – переварить и вывести отходы. И это не может быть процессом без управления. Про шлаки. Организм непрерывно живет, и в результате этого процесса получаются отходы, которые надо куда-то девать, вот они и выводятся через лимфатическую систему в вены и дальше в кровоток. Вся продукция иммунной системы и стрессовых реакций, а также те клетки, у которых истек срок жизни – это белок. В сутки в желудок выбрасывается около 150 граммов такого ненужного белка. Из пищи он выводится. Если мы едим условно углеводы и жир, тогда белок выбрасывается, а если мы едим белок, то он еще больше накапливается, затаивается в организме. Поэтому белковая еда – это всегда перегрузка. Толстых людей зачем-то назвали жирными, но человек условно с 50% избытка веса, вместо 80 килограммов весит 120, имел бы тогда абсолютно положительную плавучесть, а это означает, что он торчал бы, как поплавок в воде, и не утонул бы никогда. Тогда что там? Точно не жир? Это шлаки, мусор, продукты жизнедеятельности, белок, который не выводится в силу перегрузок. Он остается внутри, откладывается, складируется и еще требует обслуживания. Лишний вес – это нарушение функции выведения. Про кетодиету. Некоторый положительный фактор кетодиеты – наличие в ней жиров. А жир – универсальное сырье для всего. 75% нервной системы, костный мозг, глаза, легкие – это жир. Ни печень, ни щитовидка, ни поджелудочная без жира работать не умеют. Именно жир на поверхности легких позволяет нам не умереть в мороз минус 10 градусов от обморожения, а отказ от жиров приводит к тому, что легкие начинают болеть. Сегодня четверть причин смертности – хроническая и обструктивная болезнь легких. Собственно, жиры и дают некоторый положительный результат в кетодиете. А то, что она вынуждает брать энергию только из жиров, не из углеводов – бред сумасшедшего. В организме ничего не горит. Поэтому термин «сжигать жир» ни в коем случае не медицинский. В лучшем случае фитнес-тренера, но не доктора. Кетодиета опасна тем, что она блокирует очищение из-за переизбытка в рационе белка. Согласно кетодиете, рацион должен состоять из 70% жира и 30% белка. Теперь представьте, что вы съедаете килограмм еды в день. Вы что, 700 грамм жира съели? Вы умрете через 15 минут от разрыва желчного пузыря. Покажите мне человека, который столько съедает. Жир является источником углеводов и дополнительным источником воды. А еще дополнительным источником карбонатов, то есть по сути соды, которые активируют венозный кровоток, всю нашу канализацию. Жир – единственный элемент, который не влияет на структуру крови, он там свободен. Количество сахара влияет, а вот жир нет. Он универсален и из него можно сделать все. Про вегетарианство. Если в вашей вегетарианской диете достаточно жира, то нет проблем. Но речь не идет о растительных жирах, в них категорически недостаточно ресурса для жизни, все эти масла существуют ровно до вашего пищеварения. Что с ними происходит дальше, не знает ни один человек, потому что ни одного способа нет узнать, что организм из них получил и для чего использовал. Вот даже на родине вегетарианства. В Индии, где температура воздуха почти всегда равна температуре тела, едят несметное количество сливочного масла. Добавляют его везде, а вот растительного используют не так уж и много. Про раздельное питание. За словосочетанием раздельное питание стоит много чего, от самого элементарного до безумных конструкций. Для чего нужно питаться раздельно, если в кишечнике все одинаково переваривается, а если не переварилось, все равно вышло на улицу. Но ведь организму для того, чтобы выводить, нужно знать, что ты съел. Например, я не хочу в последнее время есть любимое мясо, а почему? Потому что сейчас это бессмысленный процесс, под него ничего нельзя выбросить из организма, чтобы очиститься. Запас еды у нас в кишечнике, который длиной 6 метров, огромный, на добрых пару недель. Кишечник – это конвейер, состоящий из секций, каждая из которых выполняет разные функции и получает разные ресурсы. Про голодание. Когда голодаешь, организм начинает себя использовать как еду. На самом деле, обычная безбелковая еда дает ровно такой же эффект, как голодание, но только если ты ешь продукты, которые подходят твоей иммунной системе. Чем я сам собственно и занимаюсь? У меня каждый третий день полностью безбелковый. Голодание уместно только в экстремальных случаях, например, при лечении онкологии. Сколько без еды может организм жить? До 45 дней. Есть такие пациенты, которые таким способом очищаются при онкологии. Это достаточно экстремальный способ, когда других вариантов не остается. Такое длительное голодание – показатель запаса фактической еды в организме, белка, который все время движется в организме по кругу и все время работает. Проинтуитивное питание. Человек ест то, чего ему хочется. Нет проблем, люди так и должны есть. А что делает организм, когда у него проблемы и требуется поддержка, что он будет искать? Костыль. Если у вас плохо работает желчный пузырь, он будет решать проблему с помощью продуктов привычных. Например, спасаться шоколадом или кофе – это желчегонные. Если человек выпил водки, что требует организм? Крепкого бульона желчегонного, потому что печень нагрузили. У человека белком перегружена кровь, он диабетик, что он будет есть? Хлеб белый с маслом, потому что под белый хлеб выбрасывается больше всего мусора белкового. Про витамины. Сейчас все сошли с ума с этими витаминами. Во-первых, они не работают в таблетках. Более того, синтезированный витамин может оказаться ядом. Витамины необходимы для стимулирования внутренних процессов организма после болезней, тяжелых состояний, травм, ранений на фронте. В обычной жизни они не нужны. Многие принимают витамины, чтобы поддержать их уровень в организме, ориентируясь на принятые нормы. Но, например, около 70% людей имеют сниженный витамин D, тогда почему норма сделана по остальным 30? Про воду. Чтобы компенсировать потери жидкости, человек должен в день выпивать в среднем 5 литров воды. Ну, смотрите сами. 2 литра в день выводят почки, еще большой расход воды идет на легкие. У нас на выдохе точка росы, мы выдыхаем воздух высокой влажности, а если воздух в помещении сухой, то влагу мы берем в собственном организме, тоже около 2 литров в день. Плюс кожа и кишечник. Если воды не хватает, то жажды нет, в дефиците жидкости у организма главная задача – сохранить то, что есть. А вот если почки работают в нормальном режиме, и вы пьете достаточно воды, то жажда будет и это нормально. Холодную воду лучше не пить. Желудок будет ее согревать и тратить на это какое-то количество энергии и времени. Лучше пить воду равную температуре тела или чуть теплее. Состав воды тоже имеет значение. Она должна быть не из фильтра и не кипяченая, а с высокими карбонатами – 300-400 миллиграммов на литр. Если заглянуть в урну после кремации, то станет понятно, что мы состоим в основном из воды, всего остального – граммов 50. Поэтому, что мы взвешиваем, вставая на весы. Воду? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр выпуска. Пишите комментарии к ролику. С вами была Алиса Иванова.